Один дома. В США 11-летний мальчик отбился от грабителя-домушника с помощью мачете. Всё дело в том, что ребёнок профессионально занимается бейсболом и редко промахивается. Несмотря на то, что раненый преступник угодил в больницу, семья мальчика всё равно считает, что ему грозит серьёзная опасность. Почему, расскажет Дарья Городскова. Я прятался за своей дверью. Я не отвечала на стоп. 11-летнего Брейдена Смита в США в последние дни в шутку называют другим именем, Кевин. Как героя известной кинокомедии, где ребёнок, оставшись дома один, противостоит вооружённым грабителям. Брейден тоже дал отпор домушникам, но в его случае было совсем не до смеха. Когда в двери дома семьи Смит в пригороде Мэббана постучал незнакомец, Брейден не на шутку испугался. Грабитель проник в дом, нашёл отцовское ружьё и, угрожая им, потребовал мальчика спрятаться в гардеробе. Затем, как рассказывает Смит, принялся обчищать комнаты. И тут Брейден включил смекалку. Меня учили сохранять спокойствие. Грабитель нашёл мой телефон на стойке и взял телефон, выбросил его. И тогда я поднял мачете и ударил его по затылку. И если бы я ничего не сделал с этим, он бы взял меня с собой. Он мог сделать что угодно. Брейден занимается бейсболом и редко промахивается мимо мяча. Говорит, и не подозревал, что спортивные навыки пригодятся в таком необычном деле, как спасение собственного дома от преступников. Правда, вместо биты пришлось использовать нож. Грабитель попытался дать ребёнку отпор и ударил его в живот. Снова взмах лезвием, но уже мимо. Неизвестно, чем бы закончилась схватка взрослого преступника и юного бейсболиста, если бы не кровоточащая рана на голове домушника. Джетавион Холл, так зовут грабителя, поспешил скрыться с места преступления. Чуть позже обратился с ранением головы в одну из местных больниц. Там уже ждали человека с подобным ранением. Ориентировки разослали сотрудники полиции. Джетавиону грозит срок вплоть до пожизненного за взлом и незаконное проникновение на территории частной собственности, ограбление второй степени и нападение на ребёнка младше 12 лет. И вот новый поворот этой истории. Едва подозреваемому стало лучше, он сбежал из палаты. Кто ответственен за то, что позволил этому преступнику выйти из больницы ЮНСИ? Мы хотим знать, кто это. И мы хотим, чтобы кто-то взял на себя ответственность. Примечательно, что полицейские обвиняют в произошедшем медиков. Якобы те не предупредили, что грабитель поправился. Врачи же выступили в ответ с официальным заявлением. Этот пациент был госпитализирован, но находился под законным надзором департамента шерифа округа Оранж, который не поместил с ним офицера. Родители юного бейсболиста признаются, что получили урок. Теперь оставлять сына одного дома не будут. Слава богу, всё обошлось. Что касается самого Брейдена Смита, то его препирательство между полицейскими и медиками, похоже, мало волнует. Как и сравнение с киногероем, оказавшимся в похожей ситуации, по крайней мере, во время очередного бейсбольного матча мальчик точно думает только о том, что происходит на поле.